Хороший матч команда провела, уверенный гол, который мы пропустили, он нас не смутил. Мы продолжали придержаться плана на матч и реализовали свое преимущество игровое, я считаю. Преимущество было в нашей стороне. Мы не просто владели мячом, мы создавали моменты даже при счете 0-0. У нас было два эпизода хороших, когда мы должны были забивать, но не забили и соперник нас наказал. Но потом мы смогли все равно склонить чашу весов в нашу пользу за счет отдачи, за счет дисциплины, за счет того, что и проявление мастерства. Футболисты сыграли качественно в разных участках поля, создали преимущество и там как бы разыграли хорошие эпизоды для взятия. Ну что я говорю, индивидуальное мастерство японца и Андреса, это как бы не наиграешь, это надо уметь делать, обыгрывать, цепляться за мячи, выходить один в один и бить в нужный угол. Поэтому здесь, поэтому он и в нашей команде, поэтому легионер так очень, ну как бы помогает. Поэтому заслуженная победа, непростой матч, стратегический. Потому что после кубка много эмоций оставили и мы посчитали, что нет смысла менять состав, практически не меняли, там несколько изменений сделали. Потому что команда хорошо реагировала, как бы от добра добра не ищут, всегда говорят, лучший враг хорошего. Поэтому хороший матч был на кубок и сегодня он как продолжение был. Стратегия только соперника поменялась и состав. А так я как бы вижу последовательность наших действий в двух матчах. Задача сейчас хорошо отдохнуть один день и начать готовиться к выездному матчу. Акрон произвелся два изменения в составном составе, соперник 9. Слово ли для вас откровением, что они сыграли в пять защитников? Мы, когда увидели состав, поняли, что такой вариант возможен. Но на разминке, так обратили внимание, разминалось 4. То есть так немножко они так хотели, но запутали нас. Ну, в принципе, сейчас уже мы играли и с Махачкалой, и с Химками. То есть у нас есть опыт игры, мы можем перестраиваться. Ребята опытные такие могут там внутри коллектива быстро подсказать, какие нужны изменения сделать в плане прессинга. Как бы не было такой сегодня трудности в этих перестроениях. Первые слова, которые вы сказали, командир сделки? Ну что, мы сейчас идем тренироваться. Мы там сейчас, я говорю, мы систему внедряем торпеда Нижегородского. Занимаемся силовой подготовкой сразу после матча. Потому что фактически полноценных циклов у нас нет. И нам уже хоть как-то поддерживать состояние команды физическое. Вот и с точки зрения силы, это лучший день, когда мы можем поработать. Поэтому один из, наверное, недостатков, когда ты играешь в два турнира, это нет возможности полноценно тренироваться. Но мы сами выбираем такой путь, поэтому будем находить вот такие резервные дни для поддержания состояния, функционального состояния команды. Пунца вышел на замену в 69-й, забил спустя 4 мастерские, еще через 6 его внесли на носилках. Что-то известно сейчас. Сейчас серьезное рассечение, довольно такое, ну, обширное. Нападающие часто, в принципе, такие терпят. Вот сейчас почему-то стало очень много вот этих локтей. Либо, я вот не помню свое игровое время, чтобы так часто локтями играли футболисты. Либо это из-за того, что специализация ранняя, нету баскетбола, нету волейбола, нету борьбы какой-то, бокса, карате. Когда люди управляют хорошо своим телом, локти постоянно летят. Это, тем более, мне кажется, не только в России, по всему миру. Такая тенденция, игра локтями, раньше такого не было. Мне кажется, это отсутствие мультиспорта на ранних стадиях обучения детей и подростков. Ну, заслуженная победа Акрона, они и по содержанию игры, и по результату выглядели сильнее нас. Ваша команда первая открыла счет, какой считательный момент был ключевым? Ключевой момент – это первый забитый ответный мяч Акрона. Потеря концентрации в самый ответственный момент нескольких футболистов привела к тому, что мы этот мяч пропустили и дали шанс. Если бы ушли на перерыв, ведя в счет, я думаю, игра бы совсем по-другому сложилась.